Будьте внимательны к своим мыслям, а не началам ваших поступков. Привет, я Даша. Сидела, тут недавно я огорчалась, потому что на ютюбе нет роликов, посвященных генеалогии родословной. Ну, помимо рекламных, типа, закажите у нас родословную книгу и так далее. Сидела, я расстраивалась, расстраивалась и думаю, «Лопатин, ты что, с дуба рухнула?» Ну, не жди от природы, делай сама. В общем, давайте я сделаю такой, как говорят, киношники, пилотный выпуск. Если понравится, я продолжу, мне есть что рассказать о своей родословной. Я буду брать отдельными личностями, потому что если буду говорить о роде в общем, боюсь это превратиться в Санта-Барбару и затянется на десятки лет видеосъемок. Я хочу назначать со своей прабабушки по материнской линии, маминой бабушки Агафьи Нисимовны, замуж за Полякова. До 1902 года ее фамилия читалась как Перми, но вам ее род из ныне Кировской области, из тех мест, которые прям граница с Пермской. Отсюда и фамилия. Но после 1902 года фамилия стала описаться как Пермина. Я полагаю, это связано с тем, что тогда все это записывалось со слов, не с метрики, и либо сама соблюдствитель рода, либо священник могли осознанно или нечаянно ее сократить. Бабушка родилась в конце 19 века, это 1886 год. Она была, я считаю, что я на нее похожа. Она была жутко принципиальной, немножечко занудной, крайне требовательной к окружающим ее, чтобы все было правильно, чистенько, так, в общем, зануду мы с ней. Что касается принципиальности, в этом случае она была замужем за Стефаном Стефановичем, Стефане Игнатьевиче Плекове, это мой, соответственно, прадед, который по неподтвержденным, по данным, был председателем сельхоза, сельсовета, в общем, что-то такое. Проживали они в селе Шалоболин, это Шалоболинский район Красноярского края ныне. Сама прадедушка родилась в деревне Курганчикова, Курагинского района Красноярского края, это деревня буквально, в прямом смысле, через дорогу от Шалоболина. После замужа появилась мужа Шалоболина. Туда я, кстати, ездила в том году, у меня и видео есть, я оставлю ссылку в инфобаре. Так вот, после воцарения советской власти стали туда ездить всякие проверяющие. Их было много, каждому уже было поставить на стол. Они столько проверяли, сколько... Они вообще не проверяли, они только ели и пили. Конечно, моей провалки, как человеку крайне принципиальному, это всё категорически не нравилось, она не одобряла. Но там была коса на камень. Её муж был тоже нивый камшик. Он понимал, что людей, их обижать нельзя. И Агафья спуску не давал. Не давал их прогнать, пока она метлой. Потом догнать и ещё раз прогнать. Но однажды приехала, когда Стефан Игнатьевич отправлялся по каким-то там служебным обязанностям. Но она им и высказала своей точкой зрения, начиная от их матерей и заканчивая вообще новой властью. Ну и разумеется, семью раскулачили. У них был, внезапно забыла слово, Батрак. То есть человек, человек, которого нанимали за деньги, чтобы он помогал по хозяйству. Батрак работал только полдня. Ну, было у них немножечко там скота, лошадь буквально там. И это... Забыла, как орудие называется. Все время в языке на него употреблять не суть. Их раскулачили, сослали. И вот принципность моей прабабушки. На Стефан Игнатьевич умер. Мы, к сожалению, не знаем, когда. Но подозреваю, что это было до 1945 года, потому что в архиве мы когда просматривали метрические книги, там была надпись, что Агафья Анисимовна запрашивала свою копию метрики рождения. Это делается в том случае, когда повторно выходишь замуж. Муж у меня был некий хвостов. Ни меня, ни отчество, я не знаю. Там была очень интересная ситуация. Дело в том, что сын Агафьи, Игната, Георгий, он, кстати, прошел всю войну, вернулся весь в медалях, живой, дошел до Варшавы, где победа его застала. Насколько мне известно, я них я не путаю. Он такой был тоже в отца и в мать. Такой лух. Он вернулся с войны, увидел какой-то мужик, говорит, что за фигня. А хвостов там как раз собрался к дочери в соседний город, или деревню, что-то такое. И она там заболела. Георгий подошел к нему. Говорит, слышь, ты бы не возвращался, целей будешь. Не вернулся. Не особо храброй оказался, видимо. И, да, и вот добился, хотя они были расписаны официально, как я понимаю. видимо, похоронена Гафия Нисимовна. Она тут недалеко, в Минусинске. Мы или Ульяна ездим, конечно же. Она похоронена под фамилией Полякова. Для меня долгое время была загадкой, почему она под этой фамилией лежит. По сути, Ульяна должна была хвостовой по документам. Мы пришли к выводу с мамой в своих догадках, что Георгий постарался, чтобы ее похоронили под фамилией своей первого мужа. Насколько мне известно, официально заведена с хвостом она не была. А может, была я просто не осведомлена об этом. Так что, может быть, и по этой причине она похоронена именно как Полякова. Вот такая у меня была прабабушка, очень великовая, целенаправленная, обычная крестьянка, правда, раскулаченная. Я желаю вам знать свою родословную, потому что я осознала на своем опыте, пока ты не знаешь свою родословную, ты не знаешь, кто ты. Пока.